12 мая в Террасполе на взлётно-посадочной полосе бывшего Терраспольского военного аэродрома состоялся кубок по автомобильным гонкам на четверть мили в классах Дрэк, посвящённый памяти двухкратного чемпиона Молдавии по стритрейсингу Дмитрия Криворученко, который погиб в ДТП. Данное мероприятие началось в 2009 году, так как в 2008 году трагически погиб мой сын Дмитрий Криворученко. Он жил этим видом спорта, он его любил, он им занимался, становился неоднократным чемпионом Молдовы, участвовал в гонках на Украине. И в 2009 году по моей инициативе и с поддержкой ребят из клуба драйгрессинг мы решили провести первый кубок памяти, посвящённый Диме. Мероприятие проводим в мае месяце, так как 11 мая у Димы вчера был день рождения, а 24 мая по истечению 13 дней после исполнения 18-летия он трагически попал в автокатастрофу и погиб. Начиная с 2009 года, ежегодно в мае месяце, в середине мая мы проводим это мероприятие. Сначала участвовали ребята из Приднестровья, потом приехали ребята с Молдавии, потом приехали ребята с Украины, с Одессы. Сегодня мы видим здесь представителей уже Харькова, Кировограда или Кривого Рогома. Хотим, чтобы это мероприятие стало международным, чтобы ребята приехали сюда, постили память своих друзей, автогонщиков, и в то же время проявили свои бойцовские качества, чтобы в нашей республике, в нашем городе что-то проводилось, то, что могло бы порадовать зрителей, жителей республики. В этом году в соревнованиях принимали участие гонщики из Приднестровья и гости из Молдовы и Украины. Улетаюсь с гонками любыми. Нравится все. Вот приехал к вам поучаствовать и забрать все награды по возможности. Помню, что вы в прошлом году отличный выступили у нас. Да. Как вы оцениваете организацию? Мне нравится. Очень уютно, хорошо. Особенно вы постарались с погодой. Очень, очень радует. Вчера тучи были более большие. Поэтому мы приехали сегодня. Расскажите немножко о своих автомобилях. Ой, лучшие, лучшие автомобили. Это прошлый чемпион прошлого года. В этом году на него приехал мой ребенок, Сережка Мунтян. Тоже выступает, участвует. Он же призер-чемпион Украины в драг-рейсинге прошлого года. Но выступал он на этом автомобиле. Вот мы двумя автомобилями приехали. Они почти одинаковые, близнецы. Только в том на 30 коней чуть сильнее. А в общем-то это идентичные автомобили и по деньгам тоже. У вас давно отъедствовали? Этот год, это там полтора, по-моему, так. Вы покойник марки Porsche? Ну вот начал нравиться. Я вообще по BMW, фанат BMW, а Porsche полюбил. Ну, достойно, достойно. Популярность этих гонок с каждым годом растет. В будущем соревнованиях примут участие гонщики из других стран. Гонщики повышают уровень мастерства, но в то же время надо помнить о главном. Молодость – это риск, это какой-то драйв, это скорость. И они живут в очень таком веке скоростном. И не всегда задумываются о тех скоростях, которые сегодня могут развивать те автомобили. Хотел бы, в первую очередь, конечно, пожелать им внимания на дороге, очень бережно относиться к себе и относиться к автомобилям, которые ездят на дорогах, по избежанию трагических случаев, потому что это реально очень большая трагедия для родных, для близких. Чтобы ездили ровно сколько, сколько позволяет им их мастерство. Не считали, что они могут молодые чего-то превзойти, на самом деле в жизни немножко все по-другому. А тем более это железо, и какое не было бы оно хорошее, оно имеет свойство ломаться, в ненужный момент что-то трещать, трескать, что, конечно, приводит к трагедии. И, конечно, если это обходится без трагического случая, это одно. Когда это происходит так, как произошло зима, это большая трагедия для родителей, в первую очередь, для его родных, для его близких, друзей. Поэтому внимание и берегите себя, будьте внимательны на дорогах, не гоняйте ребятам. Олег Рулин, Днестр ТВ